Всероссийский день ходьбы отпраздновали в городском округе Люберцы. В Центральном парке провели тренировку по скандинавской ходьбе для всех желающих. Члены клуба «Активное долголетие» стали главными участниками спортивной акции. Подробности в нашем сюжете. Удобная обувь, палки и спортивный настрой – всё, что нужно для скандинавской или северной ходьбы. Люберчанин Виталий Куриченко всю жизнь занимается спортом. В юности пробегал марафоны на 100 километров. Сейчас Виталию Куриченко почти 90 лет. «Час ходьбы» – обязательная ежедневная программа. Вот говорят, движение – это жизнь. А я говорю, нет. Движение – это здоровье. А жизнь – это любовь. Любовь ко всему. Виталий Куриченко – самый старший участник тренировки. За верность здоровому образу жизни спортсмены наградили памятными призами. В Люберцах скандинавская ходьба с каждым годом набирает всё большую популярность. Спортивные прогулки проводят в парках и скверах округа. Сейчас у нас такая небольшая дистанция. Всего лишь 5 километров. Ребята просили десятку. Но мы подумали, начнём с пяти. Но в следующий раз будем на десятку выходить. Готовы? Готовы! Организатор спортивной акции – проект «Люберецкие звёзды». Мастер спорта России Леонид Бараников проводит разминку перед стартом. Показывает, как правильно выполнять упражнения. Вместе со мной начали. Раз, два, три, четыре. Впереди 5 километров по центральному парку. Ведёт колонну профессиональный тренер. В группе как опытные спортсмены, так и новички. 1 октября программе губернатора «Активное долголетие» исполнилось два года. У меня дочка специально у неё купила палочки, снарядила. Говорит, мама, давай ходи. Я очень довольна, что меня пригласили сюда. Знакомая тут ходит. И я очень счастлива. Первый раз увидел в Финляндии, очень понравилось. Финя этим занимается уже давно, говорят. Ну вот мы сейчас стали заниматься активно. Очень рада, что есть такая программа. Скандинавская ходьба – простой и доступный вид физической нагрузки. Но задействует все мышцы. Такая активность полезна каждому. Ирине Албул приходится прикладывать больше усилий, чем остальным. У неё проблемы с уставами. В спортивных прогулках она выбирает для себя оптимальный темп ходьбы. Я не стандартный человек. У меня просто не сгибается нога, но я хожу обязательно. И плаваю, и всё что угодно. У меня шагомер. Не меньше 6 тысяч шагов надо сделать в день. День ходьбы отмечается в России с 2015 года. В городском округе Люберцы этот праздник стал ежегодной спортивной традицией. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.